Прегрешения сопровождают жизнь человека на земле, но сильного и праведного человека отличает сдержанность в поступках и целенаправленность исполнения целей жизни, выбранной самим человеком на пути к праведности. Главное, чтобы человек понимал свое предназначение и минимизировал свое грехопадение, и не допускал пороки, грозящие превратить его из человека в животное. Осознавать и исправлять грехи свои надо своевременно, не накапливая их и не разлагаясь морально, не уподобляясь человекоподобному существу, для которого похоть и животная страсть являются целью жизни. Человек с большой буквы должен подавлять свои мирские потребности и подниматься над грехами, пороками, достигая высот духовного состояния, быть в духе. Я говорил многократно, что знания мои не есть цирковые номера с фокусами для любопытных, а знания мои являются великим философским учением о Вселенной, о ее устройстве, о создателе и о роли человека в этой системе высшего порядка и высшей гармонии. Любовь — это гармония, в моем понимании, это сочетание двух взаимодополняющих составляющих, создающих при объединении гармонию. Любовь — это есть проявление гармонии, в том числе и гармонии чувств. Если говорить о человеке, то гармоничная пара всегда есть любовь и всегда есть моя благодать. Все мое учение и направлено на достижение на земле гармонии и любви. Когда я говорю о любви и называю это высшим чувством человека, я предполагаю и создаю условия гармонии человека, гармонии чувств и действий его, когда силы материальные и силы духовные находятся в равновесии, а значит, в гармонии. Гармония не позволяет проявиться греху и пороку, не может быть этого тогда, когда все в равновесии и согласии. Люди должны стремиться к этому во всем — в семье, в роду, в стране, и только достижение этого равновесия, согласия или гармонии спасает человека от грехов и падения. Не может быть падения, когда все вокруг человека в согласии, в равновесии, в гармонии. Подставленная щека является первым шагом к гармонии. Только лукавый разжигает вражду между людьми, раскачивая весы истории в сторону зла, ненависти, алчности и порока. Я долго говорю и буду говорить о гармонии мира, потому что наступающая эпоха водолея есть и будет эпохой гармонии, а значит, любви и счастья. Наступает великое тысячелетие золотой гармонии человека и природы, раскрывающей небывалые способности человека, человека-творца гармонии. Будущее принадлежит гармоничному человеку, первый шаг которого к высшей гармонии является первым шагом ко мне, является принятием моей религии, моего миропорядка, моей высшей гармонии миров. Первым шагом людей к гармонии станет объединение их под единым Богом, под единой религией, исключающей различное толкование божественных начал. В гармонии миров не может быть множества религий, диктующих свои правила поведения человека, его духовные и материальные ценности. Если мир подчиняется единому Создателю, то не может быть на Земле множества религий, а значит множества собственных взглядов на этот мир, потому что мир един, и устроен этот мир по единой структуре, ибо все сбалансировано в вечности на основе единого механизма управления. Люди должны будут принять эту систему миров, принять единую религию и единый миропорядок, обеспечивающий баланс сил и высшую гармонию. В этом и только в этом случае будет то, к чему человечество стремилось тысячелетиями, пытаясь своими изысканиями найти эликсир счастья. Но счастья без любви, без гармонии еще не было, ибо только в балансе сил, в балансе чувств достигается состояние душевного комфорта, душевного блаженства. Человек, вступивший на путь постижения истины, постижения меня, принятия веры, уже при первых шагах начинает постигать любовь, гармонию и счастье. Гармония — есть баланс сил, баланс возможностей, и есть высшее проявление любви на земле и в вечности. Я говорил тебе, что открываю силы немеренные и знания даю великие, чтобы вести людей, чтобы помогать людям и исцелять людей от материальных болезней на духовном уровне. Помнишь, я сказал, что дух определяет сознание, ибо материя подвластна духу, и все болезни человека происходят от нарушения баланса, гармонии духа и материи. Человек, заболевший в материальном мире, прежде всего болеет в духовном мире от нарушения гармонии, а проявление этой духовной немощи, отсутствие гармонии, отражается в материальном мире болезнями, неизлечимыми человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова